Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ARSTYLE. Наушники не так часто попадают ко мне на обзор, и кость у меня достаточно редкий. Это деревянные наушники, при том наушники, которые подходят для портатива, телефоны, mp3-плееры, так и близки к профессиональным. Я, конечно, подробно расскажу о них все, что знаю, все, что в процессе тестирования мне показалось интересным, либо неинтересным. То есть расскажу свои впечатления о звуке, но перед этим, конечно, посмотрим, как они выглядят, какие у них характеристики. И вообще, компания GVC, мне кажется, нужно уже о таких компаниях старейших какую-то информацию говорить, потому что далеко не все могут знать, что такое GVC. Но GVC компания, лично я ее знаю очень хорошо еще с 90-х годов. Думаю, большинство зрителей ее знают. Эта компания основана в 1927 году, 1927. И в 90-е, конечно, годы, и в нулевые она была известна как выпускающая видеомагнитофоны, автомобильную технику, телевизоры, музыкальные центры. То есть это крупная японская компания, и сейчас вот у меня в гостях наушники от этой компании. Давайте же посмотрим, что у нас в коробке. В комплекте, в черной красивой коробке находится провод. Провод отдельно сейчас расскажу, когда подключать буду. Это произведение искусства. Не в плане красоты, а в плане надежности. Я такого никогда не видел. Действительно очень удобно. В такой приятной на ощупь коробке, такой конверт напоминает, в приятном на ощупь это не чехол, это просто пакет такой тряпичный. Но он выглядит действительно хорошо. Он не жесткий, конечно, но все равно то, что он есть, хорошо. И сами наушники. Наушники, материал наушников дерево в основном. Дерево, металл и пластик. Но здесь алюминиевые чашки, здесь дерево в динамиках. Это действительно необычное решение. И сами наушники пронимированы левый, правый. Левый это синий, красный это правый. Те, кто пользовался как раз теми же видеомагнитофонами, знают, что такое тюльпаны, прекрасно поймут мою ностальгию по разноцветным проводам. Подключаем. И почему я говорил про вот эти штекеры. Вот в них, вот когда подключаешь, чувство, что ты вот как будто подключаешь аппаратуру ту самую из 90-х годов. Некая такая ламповая атмосфера. Вот у меня лично. Вы меня поймете, если пользовались чем-то похожим. Штекер входит плавно. Самое главное, он размещен по цвету красный в красный, синий в синий. И совершенно не болтается. Это наушники уже ближе к профессиональным, не просто любительских. Хотя, разумеется, их можно и нужно использовать с обычными телефонами. Современные телефоны, особенно флагманы, звук очень качественный дают. Но, конечно, лучше использовать с форматом флаг. Но я сейчас расскажу о звучании, а внешнем виде закончу. Что однозначно понравилось? Понравилось то, что у них достаточно большой запас. Если вы большой человек, у вас большая голова, то не все азиатские наушники по себе, знаю, могут вам подойти. Был такой у меня. Эти наушники на мою голову налазят хорошо. Первый раз, когда я их одел, мне показалось, что они немножечко давят. Но с этими наушниками я смонтировал целых два выпуска, которые на канале вышли. Занимает это не так и много, но чувство времени, плюс музыку, я около трех часов сидел, почти не вставая, монтируя видео, и еще послушал музыку. Голова не устала, уши не прижались. То есть, посадка хорошая. Когда идешь, тоже не могу сказать, что они прям, конечно же, они чувствуются, они 320 грамм весят. Но дискомфорта лично у меня не было. К тому же, я сейчас очки не ношу, я лазерную коррекцию сделал. Раньше, когда наушники такие одевал, дужки всегда мешали. Сейчас, конечно, вообще просто красота. Кабель длиной метр двадцать, кабель в тканевой оплетке, разумеется. И об одежду, например, знаете, наушники. Есть наушники некоторые, когда идешь, например, кабель на морозе дубовый становится, и он когда задевает, у тебя в наушниках все бьет. Здесь такого нет. Правда, сейчас мороза нет, но на холоде он остается гибким. Проверял. По внешнему виду, что еще хочу сказать. Материал это эко-кожа, но от обычной кожи она практически неотличима. То есть, амбушюры очень мягкие, оголовье очень мягкое. И наушники, конечно же, закрытого типа. То есть, они не выпускают практически звук наружу, но и не дают вам слышать, опять же, внешние звуки. Это, конечно, не на сто процентов, но в метро слушать с такими наушниками музыку или смотреть фильмы можно. Больше мне про них, про внешний вид добавить нечего. Материалы, конечно, это металлические, это надежно. Оголовье вот эти пластиковые, душка металлическая, внутри настоящее дерево. И видно прямо вот эту вот обмотку, видно динамики. Динамики 40-миллиметровые, качество звука самое главное, мне хочется о нем вам рассказать. Очень хорошо эти наушники передают именно голос, передают вокал. Но у меня четкое чувство, что слушать нужно про MP3 с этими наушниками, нужно забыть. Но при условии, конечно, что у вас хороший источник. Не просто какой-то совершенно простейший телефон, какой-нибудь Mediatek даже. Без звуковой обработки, просто смартфон. Конечно, такие наушники, они не дешевые в принципе, но для своего класса они нормально стоят. Такие наушники нужно использовать с хорошим источником сигнала. И вот когда вы подключите к своему плееру или к телефону хорошему, то обязательно включайте минимально сжатое аудио. Вы насладитесь. Но, опять же, смотря что вы слушаете. Я слушаю музыку больше танцевальную. В стиле, ну типа, знаете, просто танцевальную музыку. Вот и все, по большому счету. Разное. Конечно, можно слушать в этих наушниках, но все-таки у меня чувство, что люди, которые слушают классику, либо какие-то там что-то типа Queen, либо инструментальную музыку, либо что-то, какой-нибудь рок или что-то. Да, вот предназначение этих наушников, на мой субъективный взгляд, именно в этом. Потому что они очень хорошо отыгрывают звуковую картину. И если есть возможность, я всегда в обзорах наушников говорю, конечно, со своим источником и со своей музыкой лучше всего послушать в магазине. Я думаю, вам очень понравится. Я же, мое применение, мне очень понравилось в них монтировать обзор. Голос, тембры голоса слышны очень хорошо. В них хорошо звучит музыка, слышны все частоты. Средние, низкие, высокие. Я не могу сказать, что низкие прям бухают, как вот модно, например, танцевальную музыку. Но они есть и они хороши. Все это, опять же, очень сильно субъективно по качеству звучания. По характеристикам тут все совсем полный порядок. Если вы разбираетесь, поймете. Наушники 56-омные, обычно для портатива берут 16-32, но такие тоже подойдут. И могут подойти через переходник, конечно же, либо другой провод подключить 6-3 миллиметра. Могут подойти уже к аппаратуре. Но еще раз подчеркну, с портативной техникой работать они с низким током могут. По чувствительности 105 децибел, что тоже достаточно неплохо. И вообще про них могу сказать только хорошего. Наушники качественные, наушники дорогие достаточно. Ну, дорогие, если сравнивать с просто наушниками. Если сравнивать уже с более серьезным классом, то цена около 20 тысяч уже не такая и большая. Но, опять же, для тех, кто понимает. Ведь мы же покупаем телефоны по 100 тысяч. Что касается еще амбишур, они снимаются. Я аккуратно одну амбишуру сниму. Посмотреть, что под ней. Еще пока не снимал. А, кстати, смотрите, как интересно. На амбишуре у нас сеточка, а не на динамике. И вот во всей красе динамик. Прикольно, конечно. Одеть амбишуру также можно совершенно без проблем. Подводим итоги по этим наушникам. Я уже несколько раз в обзоре озвучил, еще раз подчеркну. Конечно, можно взять эти наушники и использовать его просто с mp3 файлами. Но полностью они раскроются. Это тот самый случай, когда хороший источник. Хорошее качество сигнала. Хорошие, замечательные наушники. И вы будете наслаждаться музыкой. Своей любимой. Еще раз подчеркну, на мой личный взгляд, субъективно. Понятия звука очень разные для всех. Они очень хорошо подойдут под тяжелую музыку. Под такую музыку, в которую более дешевые наушники просто ее засыпят, грубо говоря. Когда множество инструментов, гитара, что-то. Вот эти справятся. Вот мне именно в этом они и понравились. На этом у меня все. Я как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok